Добро пожаловать мальчишки и девчонки, с вами ваш Невермор и мы возвращаемся в наш замечательный One More Island, еще один остров, сегодня буквально еще один остров, потому что мы ворвались, прям ворвались сразу же в постройку корабля. Без предисловий, без ничего лишнего, врываемся в маленький-маленький, потому что средний и большой нам даются по третьему и четвертому тюру исследований, а для них нужно, че правильно, нужно кроме сосисы, еще пивчанское и чай. Не, ну че, сосисы с чаем, это самое оно. Есть такой кораблик, есть такой кораблик, но прежде чем мы поплывем, исследовать дальние острова, не нужно мне обучение, я человек, который страдает сам, поэтому окей, не надо туториала. Да, давайте че посмотрим, у нас есть диамантина, или диамантина, вот диамантина звучит круче. Как мне пояснили, нужно будет на каждом острове поднимать новую цепочку производства, но есть такая фишка, что я так думаю, что не на каждом острове будет тот же камень, железо и уголь, поэтому... Что нам базовое нужно будет? Чисто по логике, нам нужно будет... Давай-ка, гавани подплывем и, наверное, загрузить. Мы можем вот загрузить четыре рабочих, мы... четыре, я сказал. И что нам базовое-базовое? Инструменты больше идут на второй тир, поэтому давайте наклепаем деревяхи так штучек, ну не знаю... Вот сколько лежит, столько наклепаем. Деревяха лишней не будет. И возьмем, пожалуй, что? Возьмем, пожалуй, камень с собой. Камень тоже будет нужен. А работника взяли, деревяку взяли. Если че, надеюсь, что они там на корабле не сдохнут, пока будут ходить по морям, по волнам. А мы отправляемся. Нам еще че нужно найти? Нам нужно найти остров, где выращиваются специи. Следующая тиры исследований, ну... Нам еще нужно будет чайочек, но вообще нужны специи на менеджмент рабочих, на улучшение качества их логистики, на все такое. Поэтому давайте-ка. Специи, ну давайте с севера на уголочке начнем. А пока он там идет, ищет. Че мы сделали за кадром? Да, мы немножко улучшили нашу колонию, чуть-чуть расширили. Ох ты ее, уже нашли. Уже нашли остров, ну давайте посмотрим, что мы сделали. Производство здесь сосиса, да. В этом скотобойне производится сосиса, бросается на пол прямо в говнище. Но ничего. Что мы еще сделали? Мы расширили, да, по замечательному совету из комментариев, мы расширили производство инструментов. Они такие реально производятся теперь. Потому что мы задействовали все железные шахты, которые у нас есть. Да, с большим запасом. Мы задействовали все угольные шахты, что у нас есть. Не такой большой запас, но сделали. И немножечко, да, мы ворвались в мосты. Вот они, вот они мои. Самое любимое, что здесь есть, это мосты, которые ложатся через две продольные клетки реки. Это вообще идеал. Во многих играх такого не добьешься, чтобы через две продольные ложилось. Есть даже большие, маленькие и средние. Так что проложили ту самую дороженьку. Ну и добавили по мелочи. Чуть-чуть страйфанули производство муки. Чуть-чуть страйфанули третью печуню. По логике, запитать два острова как минимум у нас хватит. Кстати, офига ли, Дуа? Вон один мы нашли. Давайте-ка мы ворвемся в разрешение на второй. А то, может, еще и на третий, да. Три острова себе разрешим колонизировать. Какой нам больше понравится? А что у нас здесь? Островочек, всем островочкам островочек. О, прикольная бухта. А сюда зайти можно? А нельзя. Толстой жопенький у нас кораблик получился. Вижу уже уголечек, вижу уже жилье... А, нет, так, камушек. Вижу еще уголечек. Можно ли здесь выращивать спайс? Так, камушек можно, уголечек можно. Можно здесь пивчатки выращивать, хмель есть. Можно виноградик, можно чайные листики. Чайные листики это хорошо. Он откроет нам следующий тир исследований, но не то, немножко не то. Давай. Идем чуть-чуть ниже. Нам нужен спайс. Спайс, как говорится, машет флоу. Кто понимает, о чем я. А мы тут поглядим, что у нас... Ох ты, бог ты мой. У нас очень много заявших семянчиков. Пшенички. Убираем. Убираем, убираем. Я, на всякий случай, поставил два колодца, но, по-моему, они эту воду нифига не используют. То есть, даже есть засохшая пшеница, она нифига не использует, не заливает. Ну, ладно, дело такое. О, мы нашли еще один островочек. Здравствуй, родная. Можно ли у тебя выращивать шпайш? Шпайш нельзя, но это будет остров с миллионом мостов. Я прям предвижу, здесь будут и большие, и маленькие, и средние. А замостим так замостим. Но чуть-чуть не то. Здесь даже меньше выращиваются. Можно яблочки, можно хмель, можно пшеничку. Как бы колония на выращивание зерна тоже вариант. Либо пекарни на весь остров сделать. Почему бы и нет? Ловем немножко, давай, идем по волнам немножко глубже. Чуть-чуть по центру проверим, что у нас, где у нас, как у нас. А, мы возвращаемся пока что назад. А, что мы... А, вот, вот, местами не доделали. Есть отдельные не до брусы, не до ляпы. Вот так вот. Аккуратненько за квадратом. Да, я же показывал, что мы рыночек сделали второго тира. Не показывал. Поставили новую навесик, лоточку, как это называется. Здесь, я так понимаю, что это не мука, а что-то, что-то. Ну? Короче, здесь складируется, я так думаю, что пивчанский, шпайш, сосисо и чаёчек. Возможно, он там даже варится. В смысле, чума убила у нас кого? Сейчас он сказал, чума убила у нас кого? Так, свиньи на месте. Новцы на месте. Люди. Не так важны, но проверяем. 85, как было, так и есть. Нет, чума кого-то убила, но не у нас. У нас зато нашёлся новый островочек. Вот это прелесть. Вот это красота. Довольно-таки большой пальмы. Чё растеть? Растеть. О, здесь растеть спайс. Здесь растеть коттон. Здесь кофеёчек растёт. Боже, я даже не знал, что здесь кофеёчек есть, а он уже растёт. А здесь можно шёлк, здесь можно железо. Дважды депозиты и бриллианты. Ммм, Майнкрафтом пахнуло. Главное, чтобы не Майнкампфом. Но здесь тоже можно ставить... Вот, смотрите-ка, прикольное место. Можно ставить мосты. Так что давай-ка, родная, здесь мы засемлимся. Ты мне нравишься. Я тебя определённо поддерживаю. Что нам нужно для начала? Нам нужно... Так, на кой я вообще нажимаю паузу? Скажите, это не ремонт. Здесь рейдеры не нападут. А нам нужна гавань. Гавань, гавань, гавань. На букву Г, вы думаете? Нет, на букву H. Потому что Харбор. Сделали одну, но маленькую. Она вообще большая сильно не нужна. Потому что мы как-то не производим здесь вообще ничего. Сколько ресурсов? Три, четыре, четыре, четыре. Давайте шесть ящиков поставим. Потом, если что, добросим буй. Без буяж не будет ни буя. И пристань, которая пирс. Вот так, всё. Выгружаем наших. В смысле? А где мои работники? Мне кажется, человек не гордый. Но они что, реально сдохли, пока мы ходили по морям, по волнам? Ой-ой. Ну ладно, возвращаемся. Сейчас загрузимся работничками. Вернёмся. Надеюсь, никто не сопрёт. Я ещё думал, что они не будут голодать. Они, видать, там. Может, их русалки сирены утащили? Бывает же такое. В любом случае... Так, если мы здесь заберём четверых, то надо набросить ещё четверых на базу. Надо сказать, первый, второй, третий, четвёртый. А, возможно, они просто тупо не загрузились. Может, я взял ресурсы и отправился по морям, по волнам, а работников не взял. Берём голожопеньких. Берём самых-самых-самых вообще нищих бомжей. Из тюремной колонии в новую тюремную колонию. А чё по производству так? Главное помнить, что у нас... Вот, вот прекрасно производятся инструменты с запасом. С запасом всё хорошо. А чё ещё есть? Хлебушка нам хватает. Потому что... Я так думаю, что сейчас будем возить его. Оу, тихо. А волна жары влияет на наши посевы на нашем главном острове. Во, во, во. Грилл рейдеров не будет. Вот, уже вянет. Чё-чё-чё-чё-чё. Но, если чё, два колодца стоит возле... Возле-возле. Лишнее мы убираем. И очень сильно надеемся, что мы не сдохнем с голоду. Мы только основываем новую колонию. Давайте. Четверо голеньких побежали. И пока они строятся, давайте-ка там, чё, базовую еду им запитаем. Как тебя там зовут? Фишер, да? Два работника на базу. Один-один. Одна бочка на всё, про всё. Один буйочек. На втором тире можно и пристан поставить, чтобы они с неё рыбачили. Но нам как-то не особо-особо. Вот, один работник с едой. Схема рабочая, схема вроде бы рабочая, но нам нужен ещё и рыночек. Без рыночка тоже никуда. А эти как выжирают-то дерево. Слушай, дерево выжирают как не в себя. Рыночек, наверное, такой махонько-аккуратненький. Благо, что мы камень с собой взяли. Вот скажите, кто умный? Невер умный. Мало того, что красивый, так ещё и умный. Он знал, что так бы, ну, по крайней мере, догадывался. И нам дали разрешение на колонизацию третьего острова. Давайте сразу четвёртые за бубень. Я так чувствую, что продуктовая колония нам будет просто очень нужна. Работники. Нанимать мы здесь пока не можем. Но можем ли мы организовать торговый маршрут? Как видите, у нас организовалась вот такая бубень. Да, да, деточка. Вот тут нужна пауза. А мы можем организовать торговые маршруты между островами. Пакедова нету, но не проблема. Смотрите-ка, добавляем кораблик. Он у нас один. Диамантина наша. Ну, собственно, с ней мы нашли диаманты. Добавляем гавани. Так, Телбот это наш базовый остров. А второй остров это будет Кок-Кок. Окей, серьёзно. Остров Кокушек. Хорошее название, чё сказать. Чё нам вообще нужно от жизни такого? Наверное, базовое производство. То есть хлебушек нам нужен явно. Ну-то не по 50, конечно. То у них жопа слипнется. А нам нужно хлебушек собирать. Нам нужно сидр. Потому что им нужно хоть безалкогольно, но... Или слабоалкогольно, но прибухнуть. И им нужна одежда. Как видите, здесь мы, по-моему, овечек тоже... Или можем. Ну, на базу проще запустить доставку. А потом уже, потом уже можно будет посмотреть. И, соответственно, мы эту всю бабуйню здесь должны сгружать. То есть одежда. Должно было набрасывать бы автоматом. Ну, чё есть, то есть. Одежда, хлебушек на двадцаточку. И сидр тоже на двадцаточку. Болтов как-то будет излишне. Есть такое, есть такое. Только нет такого, потому что нужно назначить ящики. На базовом острове мы назначили ящики. А на этом острове мы ящики не назначили. Давайте. Чень, чё-то хлебушек. Это будет у нас сидрушек. Это у нас будет... Давайте сразу рыбоньку назначим, чтобы она была по месту, собиралась... То, что, 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 что ещё. Одежда. И на будущее мы здесь будем запускать работу спайса. Чё-чё-чё-чё-чё. Скажи мне спайс. Спайс, мать, флоу. Вот. Маленький такой пустынно-пальмовый арракис. А есть такое, есть такое. Базарчик-то ходит за бубень или нет? А, слушайте, нужно ещё и деревяк всё доставать. Хотя, собственно, а чё я буду всё деревяк доставлять? Вот что-что? Чё тебе не хватает? М-м-м... Не хватает. Кейпко-мурин. Обычная одежда. А, на базе, на базе. Господи, мы же на базе не сделали место под одежду. Это под спайс сделали, главное, как я на будущее задумался. Но под одежду не сделали. Всё. Кораблик пошёл. А мы клепаем, пока у них клепается. Так, рыбка пошла. Здесь они едой обеспечены хотя бы на минималку. А мы клепаем вудка. Оп. Вудка, да, вудка, да, клепаем. Так, давайте зону побольше. Деревехи нам здесь будет нужно много. Работник один. Мы сейчас навезём. Тихо, 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 тихо. Хотя нафига нам везти-то? Мы сейчас рынок запитаем, с хлебушка наймём новых работников. Идеальная схема, просто идеальная. А, работник голодает. Фига ледовали. А, потому что вы же на рыночке не принесли-то рыбоньку. Рыбонька у тебя перед тобой есть, но ты же её, конечно, не видишь. Один боец ворвался, принёс рыбоньку на рынок. Бегом. Молодец, красавочка добря. Всё, никто не голодает, все довольны. Воу, видите, побежала, съела, всё хорошо. Тебе чё, не хватает? А тебе тоже работник не стоп. Чё тебе не хватает, серьёзно? Минимум 4 на 4. То есть, прямо вот так вот, да? Прямо вот так вот, 4 на 4 и... А вот так не пойдёт? То есть, именно 4 на 4. Ну, злая-то, чё тебе сказать? Мы тебе вклёпаем фундамент из оставшихся досок. И будем очень сильно верить, что это зона подходящая рабочая. И всё классно, но местами эти зоны чуть-чуть вымораживают. Не более, что хлебушек ты собака должна была уже завести, почему ты его не завезла? Нам дали разрешение на колонизацию 4-го острова, нам бы со вторым разобраться. И сделать спайс, и сделать всё, что нам нужно по ресёрчу. Вот давай, родная, давай, да. Тащи, 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 тащи. Хлебушек-то у нас рабочие, всё, он с рабочие. Да, нам нужно... Кораблик, он есть, кораблик, он ходит, но он что-то не сгружает. Он загружает, все загружают, загружают, загружают. Давайте навезём чуть-чуть рабочих, чтобы уже... О, вот сейчас он до родного острова добежит. Мы же на третьей скорости, слава богу, на третьей. Чуть-чуть подзагрузимся, там чуть-чуть подразгрузимся, чтобы они ускорили своё производство. Давай, тюнь, 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 тюнь. 1, 4, 2, 4, 3, 4, 4, 4, 4, пошёл. Главное, не упустить. Новые заключённые должны страдать. Всё, рыбонька есть. Одёженька сейчас будет, ща, ща, ща всё пойдёт. Я так думаю, что проблема в том, что у них никем разгружать. Ящики ж стоят, ящики ж стоят. Всё, бомба, ракета. Нэти, тихо. О, поймал, поймал. Вы думали, пропущу? Нет, поймал. Бойцы, ваше новое место жить, твоя служба. А, одну не догрузил, ладно. Троих, я думаю, хватит. Поясни мне за ситуацию, фига ли ты не разгружаешь. Тебе что-то не нравится? У тебя есть, 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 и доставить сюда, на остров кукушек. И оно даже пишет, что оно его не разгрузило. А, вон о чём. Товары должны выгружаться из того же слота, то есть у них должен быть тот же порядок, в котором мы их и загружали. Не, ну это уже, знаете, адский неперфекционизм. Давай хлебушек, потом сидрушек, а потом уже одёженька. Вот без этого дерьма можно было обойтись, тем скажу. По-моему, я, правда, сбросил это, нажал. А, нет, сохранилось, сохранилось, даже удобно. Ну что, сделаю, запитали. Колония рабочая, рабочие, нанимать рабочих можем. Давайте пятнашку забросили. Сделали здесь базовое производство деревяшеньки. Маленький вудкаттер, он совсем небольшой такой. Буквально на два слотика, чтобы они пилили и пилили себя. Дрова в дрова. Смотрим, наблюдаем, работник есть. Работники, слава богу, есть. Вопрос номер три. Не проседает ли у нас производство жрачки на основном острове? Нет, вы знаете, очень даже запас. Третья печуня себя, ну, супер, показывала. А, значит, настало время пить херше. Или клепать спайс. Такс, где он? Да, 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 деточка. Вот, вот, вот моя самая любимая. Мостик, мостик. Дайте мне мостик, дайте мне, парламы. Так, игра, ты меня знаешь, ты меня жестоко, жизненно обидела. Почему здесь нет моста через пять клеток сразу? Всё, я с тобой, я с тобой не играю. Делаем вот так. Такс. И делаем колонию, зону, колонию. Что там? Пайсовую плантацию мы делаем. Давай. Побольше, покрасивше. Работников там на четверо сразу. Набрасывать здесь ничего не нужно. Работники пошли. Они уже должны быть, Так я понимаю, второго тира. Да, второго тира в виде. Переводировая голые, голые, вот эти вот, голозадые работники не подходят. А, значит, в чём? Значит, назначаем ящик под спайс на этом острове. Спайс. И добавляем его в передачу производства. Где? Здесь же. То есть, с этого острова Кокушек мы загружаем спайс. Причём загружаем мы его по полной. Так, есть такое. А на родном острове, на Амбер-1, мы его разгружаем. Сейф-сейф. Как только будет спайс, а когда у нас ещё будет? Так, необходимо поливать каждые три дня. У вас вон речка рядом, польюте, я думаю. Больше, что колодец здесь мы без инструментов не построим. 22 дня. 20 дней производится спайс. За это время мы можем построить здесь нормальную лесопилку, как вы думаете. Я думаю, что-таки да. Лесопилочка. Чтобы сделать это красиво, нам было сделать это вертикально. Лесопилочка. Скорее длинная, чем глубокая. Для начала сделаем квадратную. Делай раз, делай два. Дверочку можно забубенить не по симметрии. Делай три, делай четыре. Пока что на двоих клиентов, а там уже посмотрим. Ящик, ящик. Столик, столик. Ящичек. Стоп, нет, не ящичек. Юстон, охрана отмена. Тебя не надо. Кого не нужно построить? Мне нужно построить... Столик, столик. Да, вот. Столик, столик. Всё, поехали. Эти клёпают, эти разделывают. Дорожки они делают очень неправильно. Мы потом проложим прямо через пальмы. Ждём спайса. Ждём спайса, и у нас работник голодает. Почему? Вот не понимаю, почему они голодают? Как видите, они... Жрачки у них полно. У них даже сосиса есть. Которую они... А, ну да, у них же певчанского нету. Они сосису особо не едят. Ох ты, ёх ты. Ну что, надо думать за певчанский. Надо думать за второй кораблик. Как минимум. Делай мне маленький, пожалуйста. Мы заколонизируем. По-моему, вот здесь можно делать певчанский. Да? Да, 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 да. Да, здесь можно делать певчанский. Это хорошо. Хотя это нужно поднимать колонию. Блин, сложно. Да, правильно писали. Это будет сложно и долго. Кораблик закончен. Не, слушай, а знаете, что мы лучше сделаем? Мы пройдёмся по морям, по волнам. Раскроем все острова. По крайней мере, пройдёмся по морям, по волнам. Может, все острова и раскроются. И я так думаю, что да. Нам на основном острове надо будет расширять немножко производство хлеба. Один-то мы заделываем. Но, то есть, 48. Хотя здесь песен. Поглядем, подумаем. Остров-остров, покажись. Остров-остров, покажись. Давай вот в уголочек. Потом от уголочка вниз пойдём. И прочь в часовой стрелочке. После пол. О, длинный. Интересной формы. Не подумайте ничего пошлого. Чего можно вращать? Мель можно. Кстати, это ближе к нашему острову, чем... Мы можем бахнуть вторую гавань. Вот здесь прямо промежуточка. И мотаться за певчанским шиноизе. А можно хмель, можно чаючик. Вот это будет наша вторая колония. Можно виноградик, уголёчек и глину. Ну, глина у нас везде полна. Глинамесов у нас целая колония. Давай вниз. О, шпиликнула. Насколько... Насколько это правда слава про глинамесов? Скажи колония номер два. Колония номер два вообще неплохо было бы в лесопилке стены поставить. Говорят, помогают. Ну, это не точно. Ух, ех, деточка, а у нас пошёл спайс. У нас пошёл спайс, мы сейчас заспайсим все острова. А мы его уже доставляем? Нет, мы его ещё не доставляем. Почему? Нам не хватает работников или... У нас мало бездельников? Да, у нас мало бездельников. Двадцаточка, пожалуйста. Шпайс уже флоу. Ещё не флоу. Давай сейчас загрузится. Загрузится, да. Друзья мои, мы наблюдаем в прямом эфире, что шпайс таки флоу. В прямом смысле этого слова. Ну да, покажи мне, покажи мне, покажи мне, мы можем ли делать новые исследования. Офигали, можем, конечно. Мы набрасываем задание на менеджмент рабочих. У нас откроется вот эта вкладочка рабочая, которая сейчас под замочком. На вкладочке леджер это у нас всё, что у нас производится и в их количествах. На вкладочке корабли у нас, соответственно, корабли. На зонах, вы не поверите, но зоны. Круто. У, чё, мы открыли ещё два острова. Офигайся. Или я сейчас жутко извиняюсь. Вот это остров всем островам остров. Это целый континент. Что здесь можно? Здесь можно индигу выращивать, бог ты мой. Когда только понадеялся, что вот оно всё, счастье закончилось. Не. Здесь можно выращивать что-то ещё большое. Окей, ищем по краям. Вдруг там что найдётся. Меня вообще занимает, занимательно вот этот уголочек. Давай ты сразу проверишь. Ну а так-то... Есть ещё мини-остров, который ни о чём. Ещё одна продуктовая колония. Да, можно будет работать не с центрального острова, а так-то. Короткие плечи логистики. Что, сделали ресёрч? А ты ж моя родная. Кладочка работников. Можно апгрейдить работников одним нажатием одной клавиши до второго тира. Не будем. Если они голозады, значит это кому-то нужно. Лучше мы сделаем ресёрч. О, мы, кстати, не сделали ресёрч на улучшенное книговедение. Типа уход от налогов. И на весёлую логистику на умную. Такс. В смысле выбросила за борт и чё, сатанёла? Наша диамантина выразила за борт кучу еды. Диамантина, у тебя чё, беда? Так нет, у тебя не беда, печаль. У тебя всё нормально. У тебя должна загрузка-разгрузка идти, и всё хорошо. Будем считать, что был шторм. Возможно, даже два. Так, кораблик, ты... Давай ещё немножко наверх. Может, всё-таки в уголочке ещё есть такое? Хотя есть обоснованные сомнения. И... О, слушай, а ресёрч-то безбожно быстрый. Просто безбожно быстрый. Насмотрим, наблюдаем. Да, не успел нажать, оно уже готово. Умная логистика нам осталась, чтобы закрыть эту веточку, ну, кроме пивчанского. Ну, ладно-ка. Не хотелось этого делать, но сейчас будем загружать. Чтобы как будем загружать, хотя бы заложим базу будущей колонии под пивом. Голодающий работчий Мак Андерсон. Чё ты голодаешь-то? Серьёзно, еды полны закрома. Так, ты не тот, ты не тот, ты не та. А ну-ка через закрытую зону. Может, там мини-мини что-нибудь такое есть? Вот ещё. Хотя, судя по карте, там уже нифига не должно выйти. Да, похоже, что мы раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Семь островов. Семь хорошая цифра. Воландеморт не даст соврать. Идём на базу. Делаем загрузку тем же ресурсам. То есть дерево-камень. Четыре колониста. Не забываем про них. В этот раз мы их заберём обязательно. Так-так-так-так-так-так-так. Да, дошёл. А что нам нужно? Что нам нужно? Нам нужно 50 камня. А давай по 50 сразу. Красивая кнопочка. 50-50. Дерево-камень четыре колониста. Поехали. Два из четырёх. Давайте-давайте. Вас жизнь любить не будет, поэтому вперёд. И отправляемся сюда. Прямо вот здесь. А, кстати, пока идёт, пока плывёт. Я маленько сдобабахаю ещё одну гавань. Мы всё-таки сделаем эту красивую схему. Новая зона гавани. Новая фаундэшн. Немножко добавили. Сделали эскал. Сделали собака. В смысле не сделали. Пирс. Вот. Пирс. Буй. Флаг над боём. И нам-то что-то будет нужно. Минимум 6-7 ящиков. 8 даже. Давай. Чун-чун-чун. Так, кстати. Чума убила 8 животных. Мёртвых животных вы видите? Не видите. Значит, вы не мальчик из шестого чувства. Везёт вам. Разгружаемся. Дамы и господа, разгружаемся. Рыба моя, ты меня не зли... А, ну тебе же нужна зол. Конечно, тебе нужна зона. В этот раз делаем через паузу. А то реально поздыхают там. Пока мы будем сильно думать. Зона. Фаундэшн. Лишнего не берём. Лак. Буй. Чун-чун-чун-чун. Можно тебе как-то развертухать пирс? И... Ммм... Три-четыре-четыре-пять ящиков пока что зайдёт с головы. Давай, родная. Один, второй, третий, четвёртый, пятый, шестой, седьмой, восьмой. Всё. Всё. Кораблик стоит на базе. Ждёт наших дальнейших приказаний. Кроссо тоже, Кроссо тоже. Работник плюс один. Сразу загружает товары на базу. А что нам нужно? Да, нам, в общем-то, нужно повторить то же самое, что мы сделали на колонии со спайцем. О, даже заделали, и даже можно назначить рабочих. Даже заделали лесопилочку практически полностью. Пины, правда, ломанные. И сюда нужно ещё инструменты завозить. Но это уже, друзья мои, мы сделаем в следующем эпизоде. Главное, что пока что шпаешь наш флоу. Мы это сделали, всё хорошо. Не забываем про наши дискорды, ВКонтакты, Фейсбуки и всё остальное. Ссылочки под видео в описании. Ну и, как обычно, всем удачи, до встречи. Увидимся немножечко позже.